Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире телеканала Медиа Информ, программа «Мы с Михаилом Катсиным». Я с большим удовольствием представляю вам сегодняшнего моего гостя. Это политик, эксперт, бизнесмен Петр Обухов. Добрый день. Петя, спасибо, что пришел. Мы будем сегодня с тобой говорить об итогах карантина. Очевидно, что карантин сворачивается. И вот сегодня уже открылись там веранды, летние террасы у ресторанов одесских, заработали там барбершопы, ссылы на красоты. То есть такой микро-малый бизнес называется. И поэтому я хотел бы с тобой подвести некие итоги вот этого двухмесячного такого вот транзита, да, из точки А в точку Б. Тем более ты был одним из немногих, кто активное участие принимал как раз в помощи одесским медикам, когда у них ничего не было. Ты входил в штаб, который организовал Андрей Ставницер. Кроме того, ты как бизнесмен и учредитель такси Бонд, один из учредителей такси Бонд, тоже наверняка мог наблюдать, как менялся бизнес, да, вот во время вот этой всей эпопеи. Но обо всем по порядку. Итак, Петя, расскажи первое. Вот сейчас у меня будет к тебе вопрос, вот как бизнесмен, да. Вот понятно, что многие рестораны ушли в сеть, ушли в доставку, как только начался карантин. Насколько в целом рестораны сумели приспособиться во время карантина к условиям закрытия и к необходимости просто доставлять еду? Ну, часть, у нас есть доставка еды, она работала и до карантина уже два года. И после начала карантина количество заказов резко выросло и продолжает расти. То есть люди благодаря карантину, часть людей узнала про нас и начали заказывать. И у ресторанов это было все налажено, система, они там упаковывают еду в одноразовую посуду. То есть, в общем-то, ничего нового для них не было. Часть ресторанов решили, что они будут работать, что им это выгодно. Часть просто закрылись и ждут. Ну, например, ресторан Бернардации просто закрылся, всех отправила по домам сотрудников. А, например, рестораны Савы Липкина, они адаптировались, они изменили свое меню. Они сделали единое меню для всех своих точек, там у них три точки по городу они оставили. И сам Липкин говорит, что из 600 человек у него осталось на работе 200. Правильно ли я понимаю, что вот за время карантина возникли, ну вот у вас, как у компании, там ряд конкурентов. Ну, прежде всего, там это вот Глобан, они до этого существовали, там ракеты. Я специально называю, поскольку вашу компанию называю, чтобы, ну, как бы не было формата рекламы. Так вот, за карантинный период возникло ряд конкурентов и в сфере, там, доставки еды, правильно? Просто понятно, это другой характер. Не дайте сказать, что они возникли. Они существовали и до карантина. Более того, один даже во время карантина прекратил свое существование, это Uber Eats. Как, они не работают разве? Ну, они работают, но они решили уйти с украинского рынка с 3 июня. Причем они говорят, что это не связано с карантином. Но одновременно они в 8 странах закрыли свои подразделения. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот если говорить об эффективности действий власти и эффективности ограничений, как ты считаешь, вот по прошествии двух месяцев эти ограничения были целесообразны? Я думаю, что они были целесообразны. И опыт разных соседних стран показывает, что об этом был смысл. Ну, например, Португалия и Испания. Часто говорят, что вот в Испании много смертей, потому что там много пожилых людей, и там люди такие общительные, активные, они любят, не знаю, гулять, встречаться, обниматься. Но в Португалии то же самое. Но при этом в Португалии ввела карантин, когда у них там было пару сотен заболевших, а в Испании, когда было несколько тысяч. И разница кардинальная. При том, что климат одинаковый, люди одинаковые. То же самое Швеция и там Норвегия и Финляндия. Норвегия, Финляндия, Дания намного лучше показателей, чем у Швеции, которая такие очень мягкие ограничения ввела. Но у нас все это, конечно, полумеры, и результат очень странный. Мы вот, например, когда вводили карантин, у нас там было что-то человек 10 в день новых заболевших, а сейчас мы его снимаем, когда 500 в день. То есть где логика? Нет, но здесь, как я понимаю, то есть логику государства, наступила некая адаптация больницы лучше готовы к условиям возможного как бы расширения заражения, количество заразившихся, и поэтому сейчас можно как бы отпускать немножко вожий карантин с тем, чтобы люди выходили на работу. Я думаю, на самом деле, причина в другом. Причина в том, что народ возмущен. Люди, вот по Фейсбуку все очень много недовольных людей, и бизнес, и рядовые люди, которые сотрудники. Все хотят работать, все хотят зарабатывать, и все видят, что в принципе карантин не соблюдается. Петя, вопрос еще вот следующий к тебе. Вот если, ну опять же, да, вот мы проговорили, что ты занимаешься службой такси. Безусловно, такси это некий такой один из сервисов, который сейчас активно используют люди, это нормально. Но в целом это такой как бы сервис, который, то есть частота использования такси отражает в свою очередь количество денег в карманах у потребителей. Вот за время карантина, если взять в целом по рынку, упало, либо наоборот возросло количество заказов для служб такси, не только там вашей, но и других служб? У меня нет показателей по другим службам. Окей, вот просто если в целом оценить тренд, да, упало, либо... Конечно, упало раза в три, но вот последняя неделя была лучше из-за периода карантина, всего лишь в два раза меньше от обычных цифр. Ну, то есть все это потихоньку останавливается. Есть еще данные компании Apple, которая публикует у себя на сайте по каждой стране на каждый день, как часто люди пользуются навигационными приложениями Apple. И в один из дней, несколько дней назад, по навигации для автомобилей мы дошли до карантинного уровня. Хорошо, но вот если, как бы, углубиться немножко в статистику, да, и вот, безусловно, есть разные группы, там, разные группы населения, которые пользуются услугами такси, да, и вот если проанализировать статистику, безусловно, как бы, ну, ты анализируешь ситуацию, а вот сегментировать по группам, по кому, какая из групп, как бы, сейчас меньше всего заказывает такси, чем раньше, да, то есть вот из этих вот, как бы, нескольких групп по имущественному цензу. Ну, у меня нет таких данных, мы не спрашиваем у клиентов, чем они занимаются и сколько у них денег, но можно логически это оценить. Не работают университеты, не работают школы, то есть не нужно возить детей там в детский сад или в школу, не работают торговые центры, кинотеатры, ну, торговые центры, наконец-то, запустились, что еще, что-то еще не работает, рестораны не работают, то есть вся развлекательная сфера полностью выключилась, магазины, одежда не работали и, естественно, упал спрос. Петь, я обнаружил сегодня, что ряд ресторанов, они просто не открылись и даже нету никаких поползновений к организации летних площадок и прочее. Как ты считаешь, это знак того, что эти рестораны в целом вылетели из бизнеса, либо нерентабельно сервировать исключительно летнюю площадку, поэтому рестораны не идут на это? Да, там же приняты довольно жесткие ограничения. Можно только в одноразовой посуде давать блюдо, на большом расстоянии должны люди друг к другу сидеть, даже запрещено в руки давать меню. То есть меню должно быть где-то вывешено, чтобы человек к нему не прикасался. Ну, в принципе, в плане эпидеологическом это разумное ограничение, но с точки зрения бизнеса, понятное дело, что это далеко не всем выгодно. Те рестораны, которые не закрывались, которые вот работали на доставку, для них это вообще только облегчение, то есть их база клиентская увеличивается. Такие вот типа бернардацы, которые я упоминал, возможно, для их бизнес-модели это не выгодно все равно. Ну да, потому что человек идет в части в этот ресторан, он идет за атмосферой, да, шикарной атмосферой. Ну, у них есть небольшая летняя площадка, конечно, но... Ну, главным образом заказать битик-чек идет в ресторан не только за едой, а за атмосферой, иначе можно было просто заказать в это еду. Ну, конечно, в таком ресторане, да, кушать из одноразовой посуды, это странно. Ну, конечно, да, ну, то есть, да, безусловно. Но и действительно часть людей обанкротились, и у них нет возможности сейчас запуститься, они будут, видимо, искать, ну, им нет смысла пытаться вот в таком полурежиме работать, я думаю, они будут ждать окончания всех ограничительных мер, и уже запускаться на полную, искать где-то на это деньги. Петь, вот как бы в течение этого карантина проявилось вот несколько таких вот, ну, скажем, характеристик развития нашего общества, да, первое. А часть бизнеса де-факто вела свою деятельность, весь остальный бизнес не вел деятельность, и поэтому многие люди не возмущались, да, что вот, ну, почему бизнес чиновников, он работает, а бизнес обычных людей не может работать. И второй тренд, который обнаружился, что, ну, по сути дела, многие бизнесы, у них была нездоровая экономическая модель. И самое главное, государство не пришло бы время на помощь людям. А как ты считаешь, а вот что не сделало государство во время этого карантина? Ну, вот сейчас вообще непонятно, что дальше будет, потому что количество заболевших такое же, как там, оно не меняется. Петя, вот я вот тебе, как системному человеку, хотел бы тебе задать следующий вопрос. Как считаешь, если бы государство раздало каждому гражданину, вот как сделано, например, в Канаде, по 2000 долларов, тем самым повышая просто покупательский спрос, да, это способствовало бы развитию экономики, либо, наоборот, это вот, ну, как бы сыграло бы на повышение инфляции? Ну, вообще, в обычной ситуации, не в кризисе, не в карантинной, такие меры принимаются государствами, называется количественное смягчение. Когда для того, чтобы раскрутить экономику, людям просто вот дарят деньги или дают в кредит под очень низкий процент, чтобы они начали их тратить, и таким образом появлялись бизнесы, и инфляция, в принципе, тут не страшна. То есть это проводится в странах, допустим, Евросоюза, там инфляция 1-2%, ну, значит, будет 3-4, не смертельно, но зато появятся новые рабочие места, все запустится. Ну, сейчас ситуация уникальная, ничего подобного в истории человечества не было, когда просто всех сказали, вот просто сидите дома и не работайте. И посмотрим, что это будет, но государство должно было создать стимулы для людей не вработать, не выходить и жестко соблюдать карантин. Оно этого не сделало, и поэтому карантин провалился. У них была норма, они говорили, что они снимут карантин, как только будет 10 дней подряд, прирост не больше 5%. Но сам по себе этот критерий, на мой взгляд, слишком мягкий, но реально сейчас прошло 9 дней. То есть они даже этот критерий не выдержали. Ну, ты же, я думаю, согласишься с тем, что поскольку уповального тестирования не проводилось, реально никто не знает количество, там, зараженных коронавирусом. Да. То есть здесь произошло, что, на мой взгляд, произошло за 2 месяца, некая адаптация населения, точно так же, как, условно говоря, там, вот, Израиль, да, вот он постоянно готов к тому, что могут быть какие-то атаки со стороны врагов этой страны. И уже люди, как бы, адаптировались, да, к этой угрозе. Точно так же, как люди в свое время адаптировались лондонцы к бомбежкам, которые осуществляли немцы по Лондону. Точно так же и в этой ситуации произошла, как бы, адаптация. Ты согласен со мной? Да, полностью согласен, все привыкли, ну, то есть заходишь, там, в кофейню или в такси, все таксисты у нас в масках, все сотрудники, там, супермаркетов в масках, некоторые в перчатках. То есть, в принципе, я считаю, что можно снимать карантин, и люди адаптировались. Но ситуация, на самом деле, непредсказуема. Как ты считаешь, вот, поспешное решение государства снять карантинные ограничения частично было вызвано объективным трендом внизу, на места, в городах, когда мэры начали просто вступать в некую оппозицию по отношению к государственной власти? Ну, это тотальное мэры выразили всего лишь мнение народа. И это тотальное недовольство народом. Народа, вот, действиями властей, им недостаточно хорошо объяснили, все недостаточно хорошо выполняли эти нормы, и плюс мы узнали про ресторан Велюр. И, в общем-то, все поняли, ну, и никто особо никого не штрафовал. То есть, были закрыты парки. Я вот, когда закрыли мой тренажерный зал, стал заниматься в парке. И я увидел в новостях, что эти тренажеры, вот именно конкретно, на которые я хожу, закрыли ленты, и туда пришла полиция. Полиция пришла ровно один раз, и все. И дальше там все тренировались. Ну, то есть, это превратилось в профанацию, и какой смысл ее продолжать? Она не несет пользы немедицинской, и при этом вредит экономике. Ну, и самое главное, растет уровень правового нигилизма. Не принимайте те грешения, которые вы не в состоянии проконтролировать их исполнение. Да, да. Вот мне очень нравится Израиль. В Израиле очень жесткие правила, и там прямо видно, что цифры резко уменьшаются. То же самое, допустим, Чехия или Южная Корея. Ну, в Южной Корее проводилась повальная вакцина, а точнее, тестирование. Да. То есть, было реально, то есть, было понятно, что вот столько это заболевших, и дальше это идет цифра Нобеля. Ну, кстати, я вот и на этот счет тоже знаю данные. Эффективно идет на спад количество заболевших, если число положительных тестов составляет 3% от всех протестированных. То есть, тестируется настолько много людей, что всего лишь 3% выявляются зараженных. У нас вот вчера рекорд был 7000 протестированных, и это составило 6,5%. То есть, в реальности нужно тестировать еще в 2 раза больше, чем сделали это вчера. Хорошо. Вот если мы говорим как бы с перспективой на местные выборы, как ты считаешь, вот коронавирус, карантин укрепил рейтинг президента и партии власти, либо наоборот подлил масло в огонь, и теперь мы увидим разбушевавшуюся оппозиционную настроение, и как бы как результат голосования против партии власти на местных выборов. Я видел результаты соцопросов. Еще 2 недели назад народ был доволен действиями власти, и рейтинг президента и его политсилы уменьшился незначительно. Для меня лично это было сюрпризом, но это факт. Петь, вот не могу не задать тебе вопрос по поводу 8-9 мая. Вот как всегда мы видим, как политики используют эти даты для того, чтобы просто почесать наболевшие раны, опошлить эти праздники, просто вот как бы потанцевать на могилах погибших и так далее. Не возникло ли у тебя чувство брезгливости от того, что ты наблюдал? Оно у меня возникает уже последние лет 10. Каждый раз, когда я вижу политиков, которые... Знаешь, я смотрю, вот приходит политик, не будем называть, вот несколько политиков, к ветеранам в эти старые квартиры, где пожилые ветераны, которым государство вообще практически ничего не дало. И там он дарит какой-то торт, либо телевизор, либо холодильник, либо цветы, заставляет этого ветерана улыбнуться, и дальше делает селфи и уходит. То есть я когда, вот смотрю на эту картину и знаю, что происходит, например, в Великобритании, в каких шикарных условиях живут действительно ветераны, я понимаю разницу, но здесь это как стеб над пожилыми людьми, над ветеранами, которых не так много осталось. Я видел на эту тему картинку фея добрая из Золушки с волшебной палочкой и с ветераном, и говорит, ты помни, 10 мая это все закончится. Ну да, действительно, на самом деле нам нужно заботиться о ветеранах не то, чтобы вспоминать их только 9 мая, там с какими-то медальками или цветами, а в том, чтобы создавать удобную среду жизни для них, удобный город. То есть мы, вот все эти депутаты, они их так любят, но при этом паркуют свои автомобили на тротуарах, не делают нормальный общественный транспорт, не чинят лифты. Вот я видел фотографию, там два были 93-летних ветерана, и они не могут спуститься, потому что в их доме уже полтора года не работает лифт. Но зато 9 мая их поздравили. Ну да, цветочки, мороженое, торт, ну, одна пошлость. Хорошо, вот 9 мая, как ты считаешь, необходимо ли праздновать эту дату? Если да, то как? Меня вообще удивило, вот этот же депутат Тищенко, вот странно, все время он всплывает, ресторан, которому принадлежит ресторан Велюр, он немножко опозорился 25 апреля. 25 апреля он заявил, что вот завтра, 26 апреля, мы будем праздновать годовщину Чернобыльской катастрофы. И все посмеялись над ним, как можно праздновать катастрофу. А то же самое с 9 мая. На самом деле, Вторая мировая война — это катастрофа, в которой погибли, причем намного больше людей, чем в Чернобыльской катастрофе. И это может быть только день памяти. И слоган у него — Никол из Ново. То есть память о том, что погибли люди, и что не нужно такое повторять. Ну, и более того, я не понимаю вот эти вот все выходы с красными флагами, там, георгиевскими лентами. Ну, понятно, что георгиевские ленты, они, в принципе, сейчас являются символом оккупации после вторжения Российской Федерации на нашу территорию. Но вот эти вот красные флаги, непонятно. Мало того, что это запрещено законом, так красный флаг — это же абсолютно идеологическая история. Хотите отпраздновать вклад украинского народа, который, безусловно, был очень высок, приходите с национальными флагами, кладите спокойно цветы, и все. Зачем красные флаги? Я не понимаю эту историю. Ну, с одной стороны, это политические провокации, а с другой стороны, многие люди прожили большую часть своей жизни в Советском Союзе, и им тяжело перестроиться. Ты же понимаешь, что идея советского человека — это абсолютно искусственно созданная история с тем, чтобы просто на этот плавильный национальный котел положить крышку, которая в итоге все равно взорвалась и подлетела. То есть нет такого светского человека. Это все, ну, как бы, фикция. Ну, я знаю, многие пожилые люди, тем не менее, они ностальгируют. Ну, раньше, трава была зеленее. Да, но когда выходят молодые, но когда выходят молодые, молодые политики, и они с этими красными, вот, красными флагами, они устраивают автопробеги еще раз, это же просто, ну, мало того, что это нарушение закона, так это просто, ну, надругательство над историей. Это, возможно, такое циничное использование, а, возможно, это такое психологическое отклонение. Человеку хочется думать, что была такая светлая страна, где все было хорошо, а вот сейчас все плохо. Но если сравнить уровень жизни, даже сейчас, даже во время кризиса, мы живем намного лучше, на порядке лучше. И нам доступны такие возможности, которых не было в Советском Союзе. Ну, и, в принципе, сама система, устройство социалистическое, она в очередной раз доказала, что она не может развиваться. То есть она обвалилась из-за экономических причин. Петь, ты, вот я думаю, многие одесситы знают, ты активно занимаешься, как бы, развитием инфраструктуры города, да, то есть ты теоретизируешь на эту тему, многие твои разработки не легли в основу проектов решения Одесского городского света. На твой взгляд, вот все ли делает Одесская городская власть, чтобы вот в городе жилось приятнее? Ну, конечно, нет. Я могу привести пример, вот последнее. Я сейчас нахожусь в рабочей группе Европейского инвестиционного банка по повышению безопасности дорожного движения в Одессе. Этот банк дает нам деньги на то, чтобы мы исправили что-то там. Я помню, ты, кстати, предлагал ту историю с освещением зебр, которые в итоге внедрили. Это, кстати, да, внедряется, и в этот кредит в том числе входит еще 50 новых перекрестков. И, ну, кроме того, там будут круговые перекрестки, будут островки безопасности. Я сейчас предлагаю места, в которых можно улучшить. Нам банк дал данные, он попросил у полиции по ДТП, по тем, где за последние три года были серьезные ДТП с ранеными или с погибшими, в том, чтобы улучшить ситуацию. Ну и, в принципе, я вот смотрю на это и думаю, боже, вот это нужно было ждать банк для того, чтобы какие-то элементарные вещи исправить. Например, там мы подадим, я надеюсь, перекресток Добровольского-Кишиневского, где было несколько лобовых столкновений. Потому что люди там очень быстро едут по Добровольского и ночью могут не затормозить, а кто-то едет с Кишиневской и происходит столкновение, там один погибший. Решается эта ситуация с помощью создания островка безопасности. Вот посередине на зебре островок безопасности, чтобы если человек не успел добежать на зеленый свет, он там постоял, следующее подождал. Но и вторая его функция, даже более важная, там произойдет сужение полос. И люди, которые едут быстро, они будут вынуждены рефлекторно притормозить, чтобы проехать. Ну, островок безопасности это, в принципе, такая штука, которая есть во всех адекватных, нормальных европейских городах. А у нас это практически нигде не внедряется. И такие простые меры, они могли бы снизить аварийность. То есть не нужно там стоять полицейским на каждом углу, не нужно вешать камеры. Достаточно переоборудовать инфраструктуру для того, чтобы меньше, меньше люди попадали в аварии. Петь, а вот здесь, ну вот, вот это карантин, когда начинаешь думать о карантине, как люди воспринимали карантин, как бы не больно, не больно приходишь к мысли, что многие люди, ну, они к этой вообще, к самому карантину подошли наплевательски, да, ну, безответственно. И не кажется ли тебе, что вот эта безответственность, которая проявилась на уровне карантина, точно так же проявляется на уровне, на уровне отношения к инфраструктуре города? Ну, например, вот люди живут в старых домах, они ждут, что город придет, покрасит стены, сделает крышу и придет в порядок. Понятно, что город этого делать не будет. Почему вот люди сами не занимаются благоустройством своего дома, благоустройством, ну, своего какого-то микрорайона? Не кажется ли тебе, что у нас проблема еще в менталитете нашему украинскому, которая отличается от, там, других европейских стран? Ну, тут сложный, комплексный вопрос. Вот я плачу налоги, почему тогда за мои налоги государство, там, власть не чинит мне крышу? Вроде бы логика такая. Да, но ты и платишь налоги, но многие люди, они работают, условно говоря, в черную, да, давай это признаем, что многие люди, они неофициально туда устроены, именно поэтому, именно поэтому у нас такая проблема со статистикой, реальная безработица, она ниже, чем, точнее, она ниже, да, чем показывает статистика, и поэтому, естественно, они не рассчитывают, что государство будет, то есть, и они в то же время рассчитывают, что государство будет делать что-то за них. Ну, с другой стороны, я видел, опять же, результаты соцопроса, и людей спросили, вот, государство для вас, это сервис, или это, как-то там звучало, типа, отец, который о вас заботится, вот как бы вы хотели, и большинство выбрали, вот, заботливого отца, и то же самое вопрос по поводу приватизации предприятий, большинство граждан против приватизации предприятий, они считают, что они должны быть в собственности государства, хотя мы видим уже за все эти десятилетия, что государство, это неэффективный собственно. Вот эта история с застройкой промышленных районов города, как ты считаешь, она, она, правильно эта история, насколько вообще стоит из этих вот промышленных кластеров, да, вот в городе создавать жилищные массивы? Тоже хороший вопрос, сложный, частично можно, то есть этот вопрос должен решать рынок, если рынок считает, что вот есть деньги на строительство здесь дома, есть люди, которые готовы в этом доме купить квартиры, то они должны иметь право это сделать, но при этом если эти предприятия простаивают, если они просто превратились в склады, то эти склады можно перенести чуть дальше за город, если здесь нужны жилые дома. Петь, но нам нужно все равно создавать условия для возникновения промышленности, более высокой, сложной промышленности, высокотехнологичной, которая имеет большую добавочную стоимость. Петь, очень коротко, я вот когда был в Кракове, я не мог никак понять эту систему, при которой условно, чтобы воспользоваться такси, необходимо подойти к конкретным точкам на карте, то есть ты не можешь сесть в такси именно там, где ты находишься в центре, то есть нет допуска машин, есть официальные точки парковки, где тебя можно такси подобрать. Как ты считаешь, стоит ли у нас вводить систему, при которой будет фактически закрыт доступ к центру? Вообще, нам нужно упорядочить автомобильное движение и парковку. Нужно везде определить все места, где можно парковаться, отметить их разметкой и столбиками, чтобы автомобили не занимали полностью все тротуары, крайние полосы, ведь это сделано в Кракове именно для этого, для того, чтобы не было пробок, для того, чтобы была дорога, по которой машины могут только ехать, не останавливаться. Насчет закрытия центра, я бы вообще в самом центре Одессы несколько кварталов сделал бы пешеходный. Вот сейчас у нас есть пешеходная зона небольшая на Деревасовске. Речь шла о вице-адмирале Жукова, насколько я помню. Ну да, в вице-адмирале Жукова там был эксперимент. На три дня его сделали пешеходным. Ну, в общем-то, логика какая. Там могут гулять сотни, тысячи людей, припарковано 20 автомобилей. Но мы ради интересов 20 человек, которым нужно припарковать автомобиль, ущемляем интересы тысячи людей, которые гуляют. Но я бы в первую очередь убирал автомобильное движение на улице Деревасовской вниз. Вот там часть Деревасовская пешеходная, а дальше квартал от Екатерининской и Доришельевской. До Пушкинской даже. До Пушкинской. Ну, хотя бы до Доришельевской, потому что там люди ходят в оперный театр. Вот этот квартал и дальше Екатерининскую, Лонжероновскую я бы делал полностью пешеходной зоной. Петь, спасибо большое, что пришел в студию Медианформа. Напомню, для телезрителей с нами сегодня был Петр Обухов, политик, бизнесмен, урбанист и просто очень классный человек. Спасибо, что были на Медианформе. Не переключайтесь. Сейчас у меня в гостях будет Сергей Гуцелек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова